Не обеспечил безопасность дорожного движения и скрылся с места ДТП. Звучит зловеще. На самом деле, серьезно никто не пострадал. Водитель двигался задним ходом, чтобы подъехать к крыльцу магазина. А в это время по тротуару шел пенсионер. В результате ДТП дедушка получил ушибы и ссадины лица и руки. Водитель заметил упавшего мужчину и помог ему, а затем уехал. Вышел, дедушку отряхнул, помог ему подняться, отвел его к месту его проживания домой и уехал. Во-первых, он должен был сообщить нам, потому как здесь телесные повреждения явно указывали на то, что от дедушки полагается медицинская помощь. Потому что если у него нет телефона, не было у него возможности позвонить, он мог обратиться к прохожим. Если уж у прохожих на тот момент не оказалось, то он должен был сам, дедушку, доставить в приемный покой. О ДТП сотрудники ГАИ узнали от врачей на следующий день после происшествия, когда пенсионер обратился к ним за медицинской помощью. Водители искали три дня и нашли. На него был составлен протокол административный за то, что он двигался задним ходом по тротуару, не убивался в безопасности выполняемого маневра, что запрещено категорически. По части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях виновному лицу был назначен административный штраф в размере 2000 рублей. И, соответственно, протокол по части 2 статьи 12.27. Это уже за то, что не сообщил о ДТП и скрылся с места аварии. Еще одного нарушителя дорожного движения полицейские преследовали по улицам города. Водитель решил, что сможет скрыться от сотрудников ГАИ и избежать ответственности. Не получилось. За рулем находился несовершеннолетний юноша. К тому же в алкогольном опьянении. Водительские права ему не положены по возрасту. Кроме того, при задержании данный водитель оказал неповедавение сотрудникам полиции. И на него был еще составлен протокол по части 1 статьи 19.3 Административного кодекса. Материалы по нарушению передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. А горе водителю придется заплатить штраф в несколько десятков тысяч рублей. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей. Саров, 24.